28 некоммерческих организаций получат гранты правительства Тверской области на реализацию своих проектов. Их список был утвержден властями Верхней Волжи. На какие цели предполагается потратить выделяемые средства, вы узнаете из нашего первого материала выпуска. Правительство Тверской области подвело итоги конкурса проектов некоммерческих организаций, направленных на сохранение и укрепление традиционных ценностей, а также патриотическое воспитание молодежи. Всего было подано 44 заявки от Организации Верхней Волжи, 28 из которых признаны победителями. Очень важно, что наши традиционные участники — это общество инвалидов, там, где люди есть с ограниченными возможностями, они всегда у нас активно участвуют, мы это очень приветствуем. Это наша молодежь, очень ярко представлена в проектах. Это фонд Анастасии, который тоже работает на территории нашего региона. В частности, как было отмечено на последнем заседании регионального правительства, проект «Моя история. Семейная Геральдика» будет реализован НКО «Работающая молодежь». Он подразумевает проведение обучающих семинаров на данную тему. Проектом развития службы милосердия Тверского областного отделения Российского Красного Креста предполагается открыть в Беженске и Кимрах пункты проката технических средств реабилитации, костылей, инвалидных колясок и прочего для местного населения. Они не будут тратиться на поездку в Тверь, потом назад возвращаться, а тем более, знаете, что сейчас дорога очень приличная стоит. И поэтому мы открыли эти пункты там. Всего мероприятиями в рамках 28 социальных проектов «Победители» в 2022 году планируется охватить почти 53 тысячи жителей Верхней Волжи. Губернатор при этом отметил, что предложенные некоммерческими организациями идеи охватывают все слои населения. Важно, что работа по грандам у нас развивается. И, конечно, очень приятно, что там участвуют разные возрасты. И наши уважаемые ветераны, и молодежь, и неравнодушные люди. Поэтому очень хороший проект. Тем более, он реализуется при поддержке президента Российской Федерации, администрации президента. Это гранты, которые предоставляются в формате 50 на 50 с регионом, которые участвуют в этом проекте. Напомним, что победители получат гранты на реализацию своих проектов. Всего на эти цели выделен 21 миллион 299 тысяч рублей из областного бюджета и фонда президентских грантов.